По-моему, все. Все. Хорошо. Итак, мои друзья, вы пришли к общему пониманию прощения и очищения? Да. Говорите. Микрофон. Ну, кто сказал «да»? Да. А вы уверены, что это общее, а не ваше? Хорошо. Спасибо большое. Да уже говорите. Получаем прощение через очищение. Получаем прощение через очищение. Спасибо. Пожалуйста, еще раз. А каким образом вот это меня интересует? Прежде чем прийти к Господу и получить прощение, я должна очиститься. В данном завете, в новом завете, я прихожу через кровь из шуа. Магическая формула. Возразить? Да вообще нет вопросов. Послушайте, мои хорошие, вы же не понимаете то, что вы делаете. На самом деле вы этого и не делаете, по большому счету. Проблема заключается в нежеследующем. Когда человек согрешал в том завете, он должен был прийти с течением времени в храм и получить что? Очищение. Скажите мне, пожалуйста, прощение и очищение были разорваны во времени? Да. Что человек раньше получал? Прощение или очищение? Еще раз я задам вопрос. Что человек раньше получал? Прощение или очищение? Прощение. Прощение. Потому что он каялся несколько раньше, чем приходил. Это понятно? А когда он приходил, он должен был получить что? Очищение. В вашей формуле, как оно было? С точностью да наоборот. Возразить нечего? Нет. Я понял. Еще раз. Еврей сначала просил прощения, а потом нуждался в чем? Причем это очищение наступало значительно позже, чем... Я понял, что вы так думали. Я понял, что вы так думали. У меня тогда вопрос. Вторе сказано, что Бог... Вопрос такой. Вторе сказано, что Бог кровь назначил для очищения. В писании сказано, что не бывает прощения без пролития крови. Тогда, следуя вот этому ходу мысли, можно сделать вывод, что сначала происходит очищение, а потом человек получает прощение. Вы на основании только одного места писания будете строить свою доктрину или еще приведете несколько мест? В смысле, а два места привел? Одно, а еще второе сможете? Я знаю, о каком месте в Новом Завете вы говорите, причем цитируете его частично. Я поэтому попросил вас привезти еще хотя бы одно, то есть второе. Сейчас у меня нет этого места. Я догадываюсь. Еще раз давайте подумаем над некоторыми вещами. Для Израиля был открыт путь понимания ритуальной чистоты. Не достигнут ритуальной чистоты. Можно было приближаться к жертвеннику? Нет. Скажите мне, пожалуйста, второй вопрос. Второй вопрос. Очищение происходило из какого источника в Израиле? В некоторых случаях погружение в воду, омытие водой с использованием, опять-таки, пепла и рыжей телицы, которая имела непредсредственное отношение. Итак, есть понимание у Израиля о очищении. Причем две степени очищения. И очищение было связано с чем? С жертвенником. Это понятно, да? Вторая мысль, светлая, которая есть в голове у человека. Нового Совета, шикарная мысль, что получение прощения освобождает от наказания. Не всегда. Они вообще как-то между собой связаны? Прощение и избежание наказания. Это вообще одно и то же. Но в светлой нашей голове, если мы получаем прощение, то мы хотим что? Избежать наказания. Вы знаете, у меня это было в моей жизни неоднократно. В жизни моих детей это происходит часто. Нет, наверное, скажу неправду. Это происходит не часто. Когда мне приходится их наказывать, и они понимают, что процесс уже вступил. А они говорят, папа, прости. Причем делают это очень искренне. Я говорю, я вас прощаю, никаких проблем. Но это никоим образом не влияет на то, что сейчас будет происходить. То есть, я искренне очень вас люблю и прощаю, но я вас что? Накажу. Два процесса прощения и последствия совершенного греха, они между собой, в общем-то, в этом плане не связаны. О! В чем прощение? В нашем случае прощение заключается в том, что вы избегаете вечного наказания. В вашем случае, в нашем случае, прощение, которое мы получаем, это избавление от вечного наказания. В нашем случае, прощение, это восстановление взаимоотношений с Творцом. Они не служат, покаяние не служат для того, чтобы избежать наказания. Понятно, о чем я говорю? Проблема заключается в нижеследующем. Когда я молюсь, я понимаю, что в моей жизни произошли некоторые сложности. Они происходят, как правило, не просто так. Значит, мне нужно в чем-то покаяться. И тогда, когда я покаялся, я ожидаю изменения чего? Ситуации. Ну, простите, это язычество. Мое покаяние направлено на восстановление взаимоотношений. Если оно достигло цели, то мои отношения с Творцом, что? Восстановлены. Я знаю о том, что он меня простил. По обстоятельствам или на основании восстановленных отношений. На основании отношений я знаю, что он меня что? Простил. Но извините, тогда обстоятельства уже второстепенная вещь. И они могут при этом не измениться. Но мое покаяние достигло своей цели? Да, мои отношения восстановлены. Понятна разница? Если я сужу по наличию прощения на основании обстоятельств, это говорит о том, что я не совсем до конца правильно построил взаимоотношения с Богом. Это говорит во мне еще старая природа, которая называется язычество. Понятно, о чем идет речь? Здесь все понятно? Покаяние не связано с избежанием наказания. При всем при этом, он по своей милости может избавить нас от последствий греха на этой земле. Но прежде всего, то, что мы избегаем, это последствия совершенного греха вечности. Есть разница, да? Теперь, то, что касается прощения. Мои хорошие, прощение иррационально. Это не рациональные вещи. Вы знаете, для нас прощение – это что-то нормальное, понятное и привычное. Когда вы сталкиваетесь иногда с людьми, я помню, у меня была такая яркая для меня ситуация. Я сделал то, что было неприятно человеку. Но я мог это сделать. Я имел на это полное право. Я это сделал. Я видел, что этого человека, то, что я сделал, огорчило. Этот человек был неверующий. И в виде его огорчения, я сказал, послушай, прости меня, пожалуйста. В ответ я услышал, знаете, какое простение? Ты о чем вообще? И я так же немножко оторопел. И потом я понял для себя, то, что для меня является нормой, то, что я прошу прощения и ожидаю его получить, для постороннего человека, не так очевидно, как для меня. Он говорит, послушай, на основании чего я тебя должен прощать? Чего это вдруг я тебя должен взять и простить? С чего это? Для нас прощение – это норма. А для многих людей, простите, это не норма. Потому что мы немножко забыли, что прощение несправедливо. Ещё раз. Да. Прощение, мои хорошие, несправедливо. Хорошая мысль? Понравил? Непонятно. Хорошо, давайте скажем так. Вы считаете, что прощение – это справедливо? Вы считаете, что прощение – это справедливо. Я понял, что это личное ваше мнение. Теперь меня интересует, насколько ваше мнение справедливо. Меня интересует, насколько ваше мнение справедливо. Вы говорите абсолютно правильно. Я хочу – прощаю. Хочу – не прощаю. Я правильно понял? Теперь я спрашиваю, насколько ваше «хочу справедливо»? Эй, ребята! О, ребята! А ну, остановились! Стоп, 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 стоп! Я судья. Пришёл человек, который украл. Я хочу – его прощаю. Вы что обо мне скажете? Я справедливый судья? А я денег не брал. Я просто… Так, я денег не брал. Я просто хочу – прощаю. Я справедливый судья? Нет. Ну, ещё чуть-чуть. Усилие последнее над собой. Он убийца. Я хочу – его прощаю. Я справедливый судья? Ещё раз. Я справедливый судья? Нет. Оказывается, моё прощение, особенно если оно лежит в плоскости «хочу» – несправедливо. Справедливо, если человек совершил плохой поступок, справедливо, что сделать? Наказать. Причём тут достаточно дружное мнение. Почему нам тяжело прощать? Почему нам тяжело прощать? Потому что мы понимаем, что по отношению к нам поступили неправильно. И прощение по отношению к этому субъекту – это будет несправедливо. Как же я, верующий человек, могу поступать несправедливо? И прощать такого подлеца. Надо, чтобы его наказали здесь, сейчас, при мне. И так, чтобы я остался доволен. Ну, чтобы я сказал именем. Ну, ладно, Боже, хорошо, хватит. Всё, всё. Уже достаточно, ты его наказал так, что уже всё, хватит. Всё, больше не надо. Всё, спасибо. Прощение несправедливо. И послушайте, во всей этой идее, во всей этой истории есть только одна часть. Понимаете, какая? Приготовьтесь. Вы сами хотели получить его? Прощение. Так и вас прощать несправедливо. И вас прощать несправедливо. И только потому, что Бог простил каждого из нас, Он может требовать от нас, чтобы мы прощали других. Если бы мы не получили этого прощения сами, тогда мы могли и не прощать. Но поскольку Он простил нас, то Он требует от нас того, чтобы мы прощали других. Но прощение по своей сути несправедливо, и невозможно прийти к нему и сказать, слушай, Бог, я попросил прощения, а ты давай меня прощай. Он говорит, подожди, на основании чего я тебя могу простить? Да, я прощаю вас, пожалуйста, и наказываю. Прощение и наказание, кстати, не связаны были. Нету основания для получения прощения. Вы знаете, почему Писание говорит, что милость, она превозносится над... Она выше суда. Поэтому прощение – это милость. А милость нельзя заслужить, ее можно только оказать. Милость нельзя заслужить, милость нельзя потребовать. Милость можно только просить, ее можно только оказать. Ну, вы ее, соответственно, будете получать. Но у вас нету основания, если вы приходите, какающийся грешник, и говорите, так, ты меня должен простить. Бог говорит, простите, я никому ничего не должен. В иудаизме было прекрасное понимание чвы, покаяния, что между Всевышним и человеком грех воздвигает непреодолимую преграду. И все, что может сделать грешник, стоять за этой преградой и взывать о милости. Взывать о милости, просить о милости для того, чтобы открылись во ворота покаяния. Если Бог, извините, не откроет этих ворот, то ничего не будет. А Он не обязан этого делать. Понятно, о чем я говорю? Тогда появляется правильная позиция по отношению к Творцу. Тогда появляется правильное искание, ожидание, сожаление о разрушенных взаимоотношениях, поиск милости. Тогда прощение не становится чем-то само собой разумеющимся, что Бог мне должен дать. Потому что он меня любит, куда ему деваться? Понятно, о чем я говорю? И для того, чтобы получить прощение, кроме милости, извините, ничего не надо. Или что вы думаете, что его прощение зависит от жертв, которые мы приносим? Понятно, о чем я говорю? Тогда, если я прошу, Он говорит, я тебя вообще по-настоящему, конечно, простил. Но жертвы же нету, не могу. Сейчас, секундочку. Микрофон пока передать. Понятно, о чем идет речь? Виктор. Мы тогда вставим Бога в зависимость от того, как мы придем. Да, приближаться к Всевышнему мы можем на своих условиях, но получить прощение мы можем, во-первых, на единственном основании, на основании Его милости. И все. Другого основания для получения прощения нет. Но есть путь, который начинается с покаяния и приводит к очищению, к освящению. Понятно, да? И на этом пути должна появиться, безусловно, жертва. Понятно, да? Но начинается этот путь с швы покаяния. Прощение. По поводу жертвы. Не помню, если жертва, допустим, голубей принести, это за один грех, а за другой грех, больше жертвы, дороже жертвы. Я бы не горячился по этому поводу. Есть различные жертвы. И в МЖБ, если мне не изменяет память, есть курс жертв Синайского завета, и там разбираются вот различные жертвы, за что и какие приносились. Но сейчас речь не об этом. Сейчас мы говорим принципиальной позиции людей и воспринимании того, что происходило в Синайском завете. Был определенный путь. Был определенный путь. И этот путь был связан действительно с принесением кровавых жертв в том числе. В том числе. Различных жертв. И величина жертвы иногда, в общем-то, зависела, простите, не от греха, а от вашего финансового благополучия. Если вы были достаточно обеспеченным человеком, то вы приносили уже, извините, БК. А если вы были бедный человек, то вы могли принести их горлицу. Понятно, да? Тут вопрос был в вашем финансовом состоянии, а не в величине вашего греха. Понятно, да, о чем идет речь? Потому что получалось бы таким образом, что если я совершил большой грех, но я бедный и не могу принести большую жертву, так что мне теперь, извините? А богатый человек, значит, у него все нормально, жизнь надо лазить. Он именно может их решить, и спокойно принести нормальные жертвы. Хороший наш Бог, да? Если бы он так поступил по отношению к бедным. Понятно, да? О чем идет речь? То есть очень важные моменты, чтобы мы понимали, не величина жертвы играла значение. Да? Окей? Сейчас мы находимся на пути, когда мы размышляем над принесением денег. Если очень важно, и вы понимаете это, тогда возьмите микрофон. Я понимаю, что сам понял сейчас многое в этом плане. Я понимаю, что людям тоже, может быть, это будет и полезно. Значит, дело в том, что мы как бы прощение понимаем, как момент прихода, ну, скажем так, на небо, так условно, да? Но вначале дело в том, что прощение мы получаем, ну, как я понимаю, прощение мы получаем на земле, а очищение, следующий шаг, нам нужно, чтобы попасть потом, ну, получить на небо, потому что нечисто туда ничего не приходит. Понимаете, в чем дело? А у нас немножко сдвигается фокус, то есть вначале очищение, а потом прощение, да? Вот, чтобы прийти на небо. Немножко не так. Здесь мы уже получили, но. То есть как бы между, получается, между небом и между прощением разрыв есть. Так и в Ветхом Завете тоже был разрыв между прощением, и очищением. Но в нашем случае, я прошу прощения, в нашем случае этот разрыв, он как раз очень существенно сократился благодаря жертве, принесенной за нас. И мы можем прибегать к этой жертве достаточно. Нам никуда не надо идти для того, чтобы получить возможность прикоснуться к этой жертве. Суть-то в том, что в Ветхом Завете получалось, там было прощение, потом очищение, потом приход. В нашем случае то же самое все происходит, просто это происходит в молитве покаяния. Когда мы каемся, мы получаем прощение и мы просим о том, чтобы кровь сына его Ишоа Мессия что сделала? Очистила нас. Вы не поверите. Вы не поверите. Я читал Писание. Я хотел бы найти место в Библии, где кровью что-то мыли. Так омыло или мы были окроплены? Ну, окропили. Поэтому, ну, и говорите о кроплении. Крови никто ничего не может. Мы призваны к тому, чтобы мы были очищены через кропление крови. В Новом Завете вы найдете места в синодальном переводе, где говорится об омытии. Но возьмите подстрочный перевод и посмотрите. говорится о очищении в данном случае. Не о физическом действии, когда что-то мыли кровью, а о том, что кровь очищала. Понятна разница, да? Поэтому, когда мы иногда поем песню о том, что мы омыты кровью, это не совсем корректно. Скажем так, мы очищены кровью. Понятна, да, разница? С прощением немного разобрались? С очищением немного разобрались? Мы нуждаемся и в прощении, и в очищении. И получаем мы прощение на основании божественной милости, получаем очищение через кровь Ишуа Мессии. Понятно, да? Это не одно и то же. Понятно. Можем возвращаться теперь опять к священникам? К деньгам, поближе к деньгам. Итак, потомка Амаронов священникам. Он дал от всего посвящаемого. То есть, все, что человек хотел посвятить Богу, получал кто? Священник. Всякое приношение хлебное, всякая жертва за грех, всякая жертва повинности, все возношения, все лучшее из елея, все лучшее из винограда и хлеба, первое произведение земли, все посвященное Богу или заклятое, все развержающее ложественно, то есть, первородное, а человека выкупали, а животное, извините, отдавали. То есть, все первенцы, они принадлежали Богу, только первенцы из людей и попадало все это кому? Священнику. Левиты же получили десятину, первосвященник получил десятину от десяти. Разобрались, да? Они получили это, извините, за свою службу. Значит, Бог то, что принадлежало ему, отдал им. Отлично. Теперь скажите, пожалуйста, в какой части народ мог контролировать распоряжение этим священников и левитов? в какой части народ мог влиять на то, как священники и левиты распоряжаются своим? В какой части они могли выражать свои пожелания на то, чтобы те распоряжались так, как им нравится? не было. В какой части они могли требовать отчет? Зачастую у нас есть идея. Мы проводим некоторые параллели, я говорю, послушайте, вообще я хочу контролировать, куда там вообще раввин или пастырь вот эти деньги тратят? Я не согласен. А вас тут спрошу? Это же не по тому обману. Согласен. Вы деньги кому дали? Я понял. Вы бы отвозили, но сейчас кому вы деньги придаете? Я соответственно придаю. Хорошо, но вообще кому вы деньги даете? В общину. Вы даете их Богу в общину или вы даете их конкретным людям? А если вы даете Богу, то кому вы можете задавать вопросы? Правильно. Какую вы ответственность имеете в том, что кто-то по вашему мнению неправильно их расходует? Еще раз. Ответственность вы имеете перед Богом? Нет. Еще раз, только медленно. Народ приносил деньги Богу, а Бог их отдавал кому? В какой части народ мог требовать отчета? Ну, смелей! Так сейчас много мест туда можно принести. Кому вы это принесете? в любом из этих мест? Кому вы можете задавать вопросы? Какую ответственность имеете, что они там их расходуют? ответственность Я могу место поменять? Менять и что хотите. Ответственность какую вы имеете? Никакой. Никакой. Послушайте, Бог не возлагает на ответственность за людей других на вас. Еще настолько медленно. Бог не возлагает ответственность за других людей на вас. вы отвечаете за кого? Молодцы. Если вы внимательно будете смотреть закон, то вы узнаете, что есть специфические грехи, за которые Бог спрашивал со всего общества. Отвечало все общество израильское. Но это были специфические грехи. они все подряд. Извините, вы можете знать о том, что я грешу или не грешу? Можете знать? Если видно. А если нет? А можете за это отвечать? Так, отлично. Если видно, что мой грех развращает общество и общество не останавливает меня, тогда общество будет за это отвечать. Если вы не знаете о моем грехе, то вы за него извините и не отвечаете. Есть один из, но я бы сказал, невероятных примеров, которые ярко, очень ярко иллюстрируют одну историю. потом перечитайте ее. Когда один левит пошел за своей наложницей, остался у отца, тут его просил, он еще оставался, потом пошел, остался в одном городе в колене, кого, какого? Вениамина, да, переночевать. И вениаминтяне изнасиловали его наложницу. И насиловали ее до утра так, что она что? Умерла. И наутро он сделал невероятную вещь. Он расчленил ее и отправил всем коленом. Ну, неприятная история. И написано, что весь Израиль собрался как один человек и спросил что случилось. И когда в общем-то было рассказано, что случилось, весь Израиль сказал вениаминтянам, отдайте нам этих негодных людей. А они сказали? Нет, нет. Израиль пошел воевать. И в первый день погибло 28 тысяч. СМ 8. Послушайте, не воевали за правое дело? Да. А что же не погибли? Здесь было меньше. этих было 400 тысяч. Нет, израильтян. Израильтян. Те, которые пошли на второй день. И еще 12. Всего 40 тысяч. Где-то 10, 10%. Десятина. умер. Почему? Нет, потому что, в общем-то, не за один день с Вениамином это происходило. И пришлось платить за то, что в свое время они в этот процесс не вмешались. согласны. Ого, согласны. Потом они разгромили коленами, и они не уничтожили, там 600 человек осталось еще в живых. Потом одному человеку пришла умная мысль в голову. Слушайте, а все ли пришли? Посмотрели, и по-моему, жителей Иовиса Галатского не было. Говорят, ну ладно, пойдите убейте их. За что? За что было нужно убить всех жителей Иовиса Галатского? За то, что они не сражались против греха. Принцип моя хата с краю плохо для этих ребят закончился. И когда нам говорят, что вы видите грех, и вы должны его покрыть, вам сказали неправду. Если вы видите, то вы должны об этом сказать. Понятно, да? Если вы видите, тогда ответственность есть. Если вы не видите, извините. Знаете, по закону, к примеру, если моя жена находится в состоянии неды, знаете, что это такое, Те, кто не знает, к сестрам подойдите, они вам расскажут. Да, ну, знай, уже все понял, разобрались, хорошо, отлично. так вот, я не могу прикасаться к ней. Хотите высматривать? Я спрошу, хотите высматривать? Можно ворваться в неприятности. Это не ваша ответственность. Вам Бог вручал подглядывать за моей жизнью? имейте право это делать? Можете его высматривать? Сейчас, давайте мы ответим на вопрос. Можем мы это делать или нет? Это моя жизнь? Это моя ответственность? Вот я отвечу перед Богом. А ваша ответственность? Если Бог откроет вам, покажет, вы увидите случайно, Бог откроет перед вами мой грех, вот тогда вы должны что делать? Молиться. 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 Если этот грех делается втайнах, вы увидели, стали свидетельны, молитесь. Если вы будете видеть это постоянно, подойдите, поговорите с этим человеком. Если он не послушает вас, тогда идите уже к тем людям, которые поставлены служителями и общайтесь с ними. Такой есть порядок. Чтоб Бог дал покаяние. Чтоб Бог этому человеку дал покаяние. Все понятно. Возвращаемся к священникам. к священникам с их деньгами. Правильно. Итак, они же не наши. Итак, священники принадлежат кому? Богу. Мы принадлежим кому? Бог нам дал определенное повеление обеспечивать его служителей. Это не пожелание его, а повеление. Это понятно? Наша ответственность обеспечивать их, отдавая деньги Творцу, который он определил. Их ответственность служить нам и Богу, так как Бог им заповедовал. Причем когда я говорю нам, я имею ввиду Израиль того времени, пока я не провожу никаких параллелей с вами верующего Нового Завета. Повторю еще раз. Я не провожу никаких параллелей с вами верующими Нового Завета. Скажите, пожалуйста, вы не встречали такого выражения, что люди, которые стоят на сцене, они кто у нас? Левиты. Что? Слышим. Отлично. Они левиты? А кто они? священники Нового Завета. Еще раз. У Всевышнего был замысел, чтобы весь Израиль был царством священника. Это исход 19 6 стих. Исполнился ли этот замысел в Израиле? Нет. Мы знаем. Было разделено на 12 колен и одно колено было отделено для служения. Мы, верующие Нового Завета, согласно первому посланию апостола Петра 2 главе, стали царством священника. Народом свисты. Или, как все на дальнем переводе написано, царствующее священство. Народ святой, взятый Богом в дел. То есть, все верующие Нового Завета будут ли корректно тогда проводить параллели, о которых мы говорили сейчас, о принесении народа обеспечения священникам и левитам. Причем это были различные обеспечения. Будет ли корректно все приводить к состоянию одной десятины? Извините, обрезав немного обеспечения священнослужителей Верхового Завета. Обрезав их только до десятины. Прочитайте еще раз, что было потомком Аарона священников. Понятно, да? Причем, мои хорошие, можно сказать о том, что, ребят, так мы не можем сегодня принесить жертвы. Можем мы принесить сегодня жертвы? Ну, кровавые. Нет? Можете? А деньги можете принесить? А вы купервенцев? Можем. Вы что же не приносите? Чего? Приносите. Традиция? Там хорошо прочитали вес. Традиция соответствует Писанию? Быстро ответили. Там был вообще определенный вес серебра. Ничего плохого нет в вашей традиции, но она пока традиция. Понятно, да? Некоторые параллели не стоит проводить. Нет ничего плохого в традициях. Я за традицией двумя руками, потому что традиция возвращает нас к здравому напоминанию каких-то важных истин. Знаете, некоторые люди, которые выступают против традиции, они теряют что-то. Хорошая вещь. Шаббат. Очень. Хорошо хотя бы раз в неделю с семьей встретить шаббат. Некоторые говорят, послушайте, это ненужная традиция, у нас шаббат каждый день. Я говорю, отлично, хотя бы раз в неделю получается. те люди, которые за шаббат каждый день, раз в неделю, как правило, не встречают его с семьей. Понятно, да? Хорошо это? Для них может, ну, для меня, как по мне, я хотел бы это делать хотя бы раз в неделю с семьей. Понятно, да? Ну, делаем перерыв пять минут. Спасибо. Спасибо.